Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ольга Шукшина. Смотрите в этом выпуске. Деловые связи. В рамках круглого стола, посвященного перспективам бизнес-сотрудничества Норильска и Санкт-Петербурга, представители более чем 30 компаний презентовали себя, обменялись опытом и контактами. Ремонты примета лета. В Норильске проведут больше капитальных ремонтов жилых домов, чем планировалось. Норильск снова побежит, чтобы помочь детям. Организаторы благотворительного забега рассчитывают собрать средства на реабилитацию четверых маленьких норильчан. Умники и умницы. В этом году 109 норильских школьников закончили 11 класс на одни пятерки. В Норильске завершился очередной политический сезон. На заключительной 16-й сессии городского совета депутаты оценили исполнение бюджета, согласовали изменения в положение городского молодежного парламента и решили, кто получит звание почетного гражданина Норильска в этом году. По итогам 2023 года доходы бюджета существенно выросли. Это позволило нам выполнить все намеченные наши планы и не только обеспечить исполнение всех социальных обязательств, но и увеличить объем средств, которые были запланированы на развитие города. С этих позитивных новостей началась заключительная 16-я депутатская сессия. Бюджет прошлого года был исполнен на 107%. Собственные доходы бюджета увеличились в три раза. Прирост доходной части порядка 14 миллиардов. Внушают надежду и экономические показатели. За 2023 Норильск обеспечил почти треть всего промышленного производства Красноярского края и один гордый процент промышленного производства страны. Большая часть денег в прошлом году пошла на развитие социального блока, поддержку населения, развитие инфраструктуры города. Такой вектор расходов сохранился и в главном финансовом документе текущего года. Основная корректировка в бюджете 2024 касается финансирования 17 муниципальных программ, в том числе дополнительных мер соцподдержки населения. На эти цели направят более 180 миллионов рублей. После корректировки бюджет будет выглядеть следующим образом. Доходы превысят 33 миллиарда, расходы – 38. Дефицит составит свыше 5 миллиардов рублей. По моему мнению, городской совет в лице большинства депутатов отработал эффективно. Все планы, в первую очередь, по реновации, по программе, которую сегодня реализует город Норильск, идут штатно, без особых осложнений. Сегодня изменения уже видны. Это, считаю, в первую очередь основная наша задача, которую мы в этом сезоне выполнили успешно и хорошо. Еще одно позитивное решение повестки сессии – присвоение звания почетного гражданина Норильска. Ежегодно такого признания удостаивается только один житель города. В депутатском корпусе отмечают – при выборе кандидатуры всегда идет оживленное обсуждение. Достойных представителей много в разных отраслях. Но в этот раз решение было практически единогласным. Это Сергей Ребри, наш известный актер. 35 лет проработал в городе Норильске. Сегодня в этом сезоне театральном объявил об окончании своей трудовой деятельности. Мы считаем, что такое присвоение звания достойно. Я, по крайней мере, среди коллег, которые сегодня работали в зале, считаю, что нет ни одного, кто бы его не знал. И заслуги перед городом тоже не оценил бы. Заслуженный артист Российской Федерации станет 79-м почетным гражданином Норильска. От званий к молодежной политике. Теперь по решению депутатского корпуса возраст кандидатов в члены молодежного парламента изменится. Увеличен возраст в соответствии с федеральным законодательством до 35 лет. То есть это достаточно уже могут быть уже молодые, но опытные парламентарии, по факту набирающие себе возможности для работы в будущих городских советах депутатов. Я думаю, эта работа уже в следующем созыве будет отражена на результатах выборов в городской совет депутатов. При этом ранее стать участником молодежного парламента могли только помощники 14 депутатов, избранных по списку от политической партии. Теперь же каждый действующий депутат может представить в парламент по одному помощнику. Кандидаты на вступление в молодежный парламент должны соответствовать критериям. Отсутствие статуса иноагента, возраст от 18 лет. После внесения корректировок максимальное количество членов молодежного парламента Норильска может увеличиться до 35 человек. Надежда Балдакова, Николай Букало. Итоги недели. В Норильске проведут больше капитальных ремонтов жилых домов, чем планировали. На эти цели дополнительно выделят 100 миллионов рублей. На проведение различных видов капитального ремонта в жилых домах Норильска добавят почти 100 миллионов рублей. Об этом шла речь на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству. Парламентарии обсуждали корректировку программы реформирования и модернизации ЖКХ и повышение энергетической эффективности. Капитальный ремонт крыши. Здесь необходимо увеличение объема финансирования на 32 миллиона рублей. Данный объем складывается из двух крупных объектов. Кирово 20А – это пристройка к многоквартирному дому, где расположен методологический центр управления образованием. Долгие годы коллеги выходят на нас с просьбой отремонтировать их кровлю. Увеличение средств связано с уточнением расходов по итогам проведения экспертиз и также включением новых объектов. Планируется отремонтировать крыши на улицах Кирова, Озерное и Строительное и также провести третий этап работ на фасаде дома по улице Мира. Также предусмотрены новые мероприятия – обследование технического состояния зданий и замена перекрытий в квартирах. Снос аварийных домов и строительство очистных сооружений профинансируют по-другому. Часть работ обойдется дешевле благодаря экономии. В результате общий объем финансирования программы уменьшится на 132 миллиона рублей и составит около 4 миллиардов. По мероприятию «Снос» предлагаем увеличить финансирование на 53 миллиона 434 тысячи рублей. Предполагается, что в этом году будет снесен дом гостиничного типа «Шахтерская-9», который уже давно расселен, на данный момент представляет опасность. На заседании комиссии по горхозяйству депутаты также обсудили корректировку программы по поддержанию и строительству социальных объектов. На некоторые мероприятия выделили дополнительные средства. К примеру, увеличили финансирование новогодних городков и покупку атрибутики для КРКНа. 3,6 миллиона рублей, предназначенные на разработку проекта туристической зоны, исключили из программы. По итогу общий объем финансирования составил более 1,7 миллиарда рублей. Это подготовка города к правящим мероприятиям. Это у нас на обустройстве новогодних зимних городков, чтобы подрядчиков определить уже в летний период и отторговаться до следующего года. Также на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству рассмотрели корректировку программы развития транспортной системы. Ее финансирование будет увеличено почти на 80 миллионов рублей. Так, ремонт автодорог по итогам проведенных конкурсов обойдется муниципалитету на 63,4 миллиона рублей дешевле, чем планировалось. Сэкономленные средства пойдут на ремонт придомовых территорий, установку световых растяжек и остановочных пунктов. Анастасия Орлова, Александр Вуори. Итоги недели. Этим летом в Каиркане, Аганере и в Центральном районе Норильска отремонтируют почти 8 километров и более 17 тысяч квадратных метров асфальтового и плиточного покрытия. Ремонтные работы летом в самом разгаре. В Норильске вовсю чинят бордюры вдоль проезжей части. На Ленинском проспекте уже демонтировали старый бордюрный камень и подготовили форму для установки нового. В этом году общая протяженность обновленных бордюров, примыкающих к тротуарам, составит порядка 6 километров. Еще почти 2,5 километра нового так называемого газонного бордюра появится на разделительной полосе автодорог. Помимо бордюрного камня, этим летом в Норильске обновят больше 6 тысяч квадратных метров тротуарного асфальта, что сопоставимо с площадью стадиона Заполярник и 11 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Общая стоимость работ более 170 миллионов рублей. На ремонт Ленинского проспекта в бюджете заложено 92 миллиона. Основной объект, считаю, что это Ленинский проспект. Здесь по отчетной стороне запланирован ремонт бортового камня замена и устройство тротуарной плитки 11 тысяч метров квадратных. Также у нас запланированы работы в этом году по улице Комсомольской, по набережной Урванцево, тротуар в сторону стелы Доблести Родовой Славы, в Толнахе это улица Баумыска, улица Дудинская, улица Строителей в районе аквариума. Также работы по замене бордюрного камня и части асфальтового и плиточного покрытия проведут на улице Норильской в Каиркане и в Аганере на улице Озерной и внутриквартальных проездах. Надежда Балдакова, Александр Вори. Итоги недели. Мост через реку Норильскую капитально ремонтируют. На некоторое время движение автотранспорта по нему будет остановлено. Это бетонные опоры моста. Между ними и пролетным строением стоят подвижные опорные части. Они служат амортизаторами при движении техники, машин и поездов. Только по железнодорожной части моста за год проходит 11 миллионов тонн грузов. За день больше 9 тысяч автомобилей проезжают по надводной дороге. При этом за почти 60 лет существования моста его капитальный ремонт ни разу не проводили, а только поддерживали состояние. После последней экспертизы было решено заменить подвижные опорные части, да и весь мост как следует отремонтировать. В октябре 2023 года стартовали работы по капитальному ремонту комбинированного моста через реку Норильская. В рамках этих работ будут выполнены работы по замене подвижных опорных частей на опорах моста, выполнен ремонт самих бетонных опор, заменены пешеходные на силы, с деревянных и бетонных на металлические. Будут проведены работы по антикоррессионной защите моста. Если одни работы на мосту можно проводить днём, не перекрывая движение транспорта, то такие манипуляции, как замена подвижных опорных частей, требуют остановки потока машин. В связи с этим с 28 июня и предположительно до конца августа дважды в неделю проезд по мосту через Норилку будут полностью закрывать. Жителям стоит запомнить расписание. Каждый вторник и пятницу с ноля часов до 4 утра движение автотранспорта по мосту из центрального района в Талнах и обратно будет полностью прекращено. Автобусы будут курсировать по специально разработанному маршруту и расписанию. Маршрут 22, район Талнах, пятый микрорайон, район центральный административно-деловой центр будет осуществлять движение до остановочного пункта мост по обеим сторонам. Точно так же будет проходить движение у маршрута 22 и район Талнах, улица Игарская, центральный район административно-деловой центр и 41, район Талнах, пятый микрорайон, Норильская городская больница номер 1, которая находится у нас в жилом образовании АГНР. Граждане, выйдя из автобуса, могут осуществить движение пешком через пешеходный мост и после этого сесть на автобус, который будет останавливаться на другой стороне моста. При этом экстренные службы смогут ездить по мосту через реку Норильскую в любое время. Мост – это единственная сухопутная связь с районом Талнах, и его сохранность очень важна для инфраструктуры города. В связи с этим представители администрации и заполярного филиала просят жителей с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам. Полностью завершить ремонтные работы моста на Норилке планируют в декабре 2026 года. Екатерина Алексеева, Александр Вуори. Итоги недели. Работы по асфальтировке дорог в Норильске можно считать приметой лета. Погода долго была против, мешала дождями, но к настоящему дню обновление дорожного покрытия все же началось. Любо-дорого смотреть, скажет любой автомобилист, глядя на укладку новенького асфальта. Эти работы ведут в районе реки Далдыкан, поблизости от Каиркана. К слову, в самом Каиркане также приведут в порядок часть дороги на улице Шахтерской. В целом на ремонт дорог в Норильске в этом году потратят более миллиарда рублей. Будет обновлено 20 километров дорожного полотна общей площадью более 270 тысяч квадратных метров. Сначала в порядок приведут наиболее опасные участки автодорог. Планируется отремонтировать 2 километра 300 метров дороги Норильск-Алыкель и 2,5 километра дороги Норильск-Толнах. Также будет проведен ремонт автодороги, ведущей Каганеру и ее перекрестка с улицей Озерной. Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие на Ленинском проспекте. В рамках сезона ремонтных работ на дорогах также планируется привести в порядок Ленинградскую, Павлова и еще порядка 20 улиц. Решили начать с Норильского Алыкель по той причине, что в первую очередь это сухой участок, всегда эта дорога на первую очередь высыхает, нежели городские улицы. И также улица Бауманская у нас уже тоже начали работать, сегодня приступили. И в дальнейшем уже приступают к улице Комсомольской, а такие улицы, как Павлова, Ленинградская, они сейчас ободнены, сейчас там работы не могут начинаться. Когда они будут по мере высыхания, будут продолжать, начинать работать. Несмотря на непогоду, работы по ямочному ремонту дорог в Норильске начались 1 июня. Ремонт улично-дорожной сети выполняют три подрядные организации. За качеством асфальтобетонного покрытия следит дорожная лаборатория Норильск-Автодора. Посмотреть, по каким адресам будут вести работы по асфальтировке, можно на сайте администрации Норильска. Анастасия Орлова, Евгений Журнов. Итоги недели. На профилактику правонарушений и укрепление межнационального согласия потребуется больше средств, чем планировалось. Вопрос внесения изменений в соответствующую программу норильские парламентарии рассмотрели на заседании комиссии по законности и местному самоуправлению. Финансирование по отдельным мероприятиям будет снижено, по другим, напротив, увеличено. В частности, на обеспечение общественного порядка и безопасности добавят более 2 миллионов рублей. Средства направят на приобретение униформы и оснащение помещений для добровольной дружины. Приобретаются дополнительно три комплекта униформы на каждого члена добровольной народной дружины. Это зимний комплект, осенний и летний форма. До этого была закуплена обувь, свитеры, футболки, шапки, шарфы. А вот создание городской системы видеонаблюдения обойдется дешевле – на 2 миллиона 600 тысяч рублей. Экономия достигнута по итогам проведения конкурсных процедур. Сэкономленные средства частично будут направлены на мероприятия в области укрепления межнационального согласия, на создание телевизионных программ «Хороводы Севера». Зрители Норильск ТВ уже знакомы с этим кулинарно-просветительским проектом, каждая серия которого посвящена национальной кухне, культуре и традициям разных народов, проживающих в Заполярье. В итоге, после снятия, добавления средств по отдельным мероприятиям, общий объем финансирования программы профилактики правонарушений и укрепления межнационального согласия составит 146 миллионов рублей. Предлагаемые изменения в ходе заседания комиссии были одобрены и будут учтены при корректировке бюджета Норильска на текущий год. Надежда Балдакова, Никита Левенец. Итоги недели. В Норильске продолжается охота на зайцев. Каждую неделю в общественном транспорте проводят рейды и выявляют безбилетников. Почему не все горожане платят за проезд, выяснял наш корреспондент. При неподтверждении оплаты проезда будет составлен протокол об административном правонарушении. Оплата проезда производится в начале пути. Больше половины пассажиров автобусов предпочитают пользоваться услугами перевозчика бесплатно. Чтобы бороться с зайцами, еженедельно проводят специальные рейды по выявлению безбилетников. Сегодня проверяющих набралась целая делегация. Удалось поймать шесть нарушителей. Они не оплатили свою поездку на автобусе. С каждым днем проверки становятся все тщательней, чтобы у несознательных граждан оставалось как можно меньше возможностей кататься за просто так. А у вас транспорт? Ага, у вас тоже транспорт. А у вас чек? Ну все. Все, спасибо вам большое за осознательное благодать. Помимо рейдов, каждый раз поймать любителей бесплатного проезда пытаются разными способами. Но пока это не сильно помогает. Ежедневно на линии работают контролеры МУП «Норильский транспорт». Контролеры осуществляют выезд с 8 до самого позднего вечера, когда он осуществляет движение транспорта. Но на сегодняшний момент мы можем сказать, что с того момента, когда мы начали эту работу, сознательность пассажиров растет. И мы надеемся, что в будущем мы все-таки придем к тому, что у нас не будет необходимости обелечивать пассажиров через переднюю дверь. Нежелание норильчан оплачивать проезд несет за собой огромные убытки для норильского транспорта. Из-за недополучения прибыли транспортная компания города не может самостоятельно справляться с обслуживанием техники и обновлением автопарка. В помощь выделяют средства из местного бюджета. То есть все норильчане все же платят за проезд. Только те, кто добросовестно оплачивает его непосредственно в автобусе, вынуждены делать это дважды, ведь местный бюджет формируется из общих налоговых отчислений. Мы спросили у норильчан, почему некоторые считают, что могут не платить. В кондукторах, наверное, мало. Когда кондукторы были, они хотя бы за этим следили. А сейчас вот этот валидатор, ну, совесть не у всех как бы играет, поэтому не платят. За этим не следят как надо, конечно. И происходят вот такие, что каждый второй не оплачивает. Стоимость проезда в общественном транспорте – 38 рублей, межрайонные маршруты – 58. За эти деньги вы получаете не только доставку из пункта А в пункт Б, но и страхуете жизнь на время пребывания в автобусе. Билет – это официальное подтверждение оказания услуги, и перевозчик несет за вас ответственность во время поездки. Нет билета – нет обязательств. Только за июнь составили протокол о нарушении и выписали штраф шести норильчанам. Это административка, которая окажется в личном деле нарушителей. Екатерина Алексеева, Евгений Журнов. Итоги недели. Норильск Трансгаз приобрел внедорожную машину скорой помощи. Трикол Парацельс оснащен самым современным медицинским оборудованием, в том числе и реанимационным. Мощный внедорожник станет альтернативой санавиации и сможет прийти на помощь коренным жителям в удаленных промысловых поселках. Медицинская бригада сможет ездить на вызовы на новом снегоболотоходе на базе Трикола при любых погодных условиях и в самые отдаленные точки тундры. Базируется медицинская неотложка в Тухарде. Её приобрели для нужд работников Норильск Трансгаза и местных жителей. Ранее помощь в посёлке оказывали только в медпункте. С появлением такой машины ввели дополнительную ставку фельдшера. На скорой помощи он будет совершать профилактические объезды, включая кочевья коренных таймырцев. Кроме того, санитарная машина будет задействована для предрейсового и послерейсового медосвидетельствования водителей транспортных средств и для экстренных вызовов. В машине есть всё для реанимационных мероприятий. Это дефибриллятор, электрокардиограф, инфузомат, основной ИВЛ. То есть мы можем взять на борт машины пациента и контролировать его до прилёта санавиации. Алексей – водитель с 12-летним стажем. Говорит, объездил уже много треколов, но этот особенный. В нём даже колёса можно подкачать, не выходя из салона, и машина будет на ходу в любое время года. Эта машина оборудована, во-первых, предпусковой подогреватель. То есть мы можем его оставлять на улице, предпусковой подогреватель завели, он прогрелся, завели, поехали. Во-вторых, автономный отопитель в салоне. То есть это тоже всё на солярочке. Если даже двигатель не работает, в кабине будет тепло. И в-третьих, сам кузов, он сделан как сэндвич-панель. То есть между стенками у него пена. Машина скорой медицинской помощи важна не только для обеспечения экстренной помощи работникам, но и жизненно важна для населения Тухарда. Ведь местные жители занимаются промыслами, в том числе на больших расстояниях от посёлка в Тундре. А там может случиться со здоровьем всё, что угодно. Теперь экстренную медицинскую помощь можно оказать ещё более оперативно, прямо в машине. Екатерина Алексеева, Никита Левенец, Николай Букало. Итоги недели. Норильские газовики рассказали, как противостоят паводкам на таймырских реках. В Тухарде, стоящем на Большой Хите, ежегодно выполняют комплекс мероприятий, чтобы вода не отрезала жителей отдалённого посёлка от цивилизации. А нитки газопровода не повредила льдинами. Масштабные трубчатые сооружения, расположенные вдоль берега реки Большая Хита в посёлке Тухард, которые вы видите на этих кадрах, напоминают архитектурные сооружения современного искусства. Но на деле эти специальные ледорезные опоры несут защитную функцию. Соорудили их в прошлом году, чтобы защитить технологические трубопроводы Норильск Трансгаза от ледяных глыб, которые могут повредить трубы для перекачки нефтепродуктов и метанола. Специалисты отмечают, ледорезы хорошо справляются со своей задачей. В год, когда паводок был сильным, они оказались очень кстати. В этом году вода очень… давно такого не было, очень низкий уровень. В 22-м году была высокая вода, то есть вот эти ледорезные опоры, они были под водой все. Установка ледорезов – не единственная мера Норильск Трансгаза по подготовке к паводкам. В посёлке Тухард живёт меньше тысячи человек, но несмотря на малочисленность, это стратегически важный населённый пункт. Ещё в 1968 году Тухард стал первой точкой газопровода Месояха-Дудинка-Норильск. Оттого и получил своё название с ненинского языка «ту огонь» – «харат» – «дом посёлок», то есть место добычи огня, газа. Посёлок и основные добывающие нити расположены вблизи реки Большая Хита. Здесь уделяется повышенное внимание плавучей насосной станции, с помощью которой осуществляют забор воды для всего посёлка. Чтобы река не оказалась под ледяными торосами, проводятся масштабные работы с применением спецтехники. Мы подготавливаем свою плавнасосную перед тем, как её на воду спустить. Проверяем всю работу насосов, работу подачи электроэнергии, всех необходимых узлов для бесперебойной работы. Дежурный персонал обязательно обучаем и проводим инструктажи. Противопаводковые мероприятия в «Тухарде» – это объёмный комплекс работ, который не ограничивается береговой линией. Кроме защиты от ледохода, Норильск Трансгаз обеспечивает удалённые территории, такие как «Тухард», с запасом медикаментов на случай нелётной погоды. Усиливает контроль медработников за санитарно-противоэпидемическим режимом во время обильного снеготаяния. Расчищает от снега все технологические площадки, проводит осмотры зданий и сооружений. Осуществляет регулярный облёт на вертолётах, трасс, магистральных и межпромысловых трубопроводов. При этом во время паводка транспортировка газа по заявке потребителей выполняется без ограничений в полном объёме. Надежда Балдакова, Никита Левенец, Николай Букало. Итоги недели. На руднике «Маяк» тестируют новую технологию. Учёные из северной столицы специально для заполярного филиала разработали комплекс «Герметизатор-Превентор». С его помощью можно продолжить бурение, если выработка наткнётся на подземные воды или залежи газа. Это «Герметизатор-Превентор». Чтобы его увидеть, мы спустились на отметку минус 110 метров на руднике «Маяк». В шахте «Герметизатор» нужен для безаварийного бурения. Ранее рабочие, наткнувшись на подземные воды, останавливали выработку, ставили заглушку и переносили бурение в другое место. Теперь же при аналогичной ситуации процесс не останавливается. «Превентор» блокирует прорывы породы, и вода или газ не попадают в выработку. Изначально стояла задача сделать регламент и технологию бурения опережающих скважин, безопасного бурения опережающих скважин. Но когда провели мониторинг по всем существующим аналогичному оборудованию, включая импортную, то мы не нашли ничего похожего, что можно было бы использовать в качестве герметизирующего оборудования на устье скважин. Поэтому фактически мы начали это делать почти с нуля, скажем так. Пробные испытания устройства провели на руднике в прошлом году. После прибор доработали, изготовили серийные образцы и запустили их в работу. На первом этапе, когда мы его испытывали, он себя показал очень хорошо. Давление 40 атмосфер продержал более 4 часов. Тем самым убедил руководство заполярного филиала в его будущем применении на горных выработках, где возможно водопроявление. Реальная нагрузка на герметизатор-превентер, полученная в процессе испытаний на маяке, 5-6 атмосфер. Так что с поставленной задачей он справляется прекрасно, говорят специалисты. Данное оборудование в процессе бурения позволяет контролировать обстановку по прорыву и, соответственно, исключить риск затопления горной выработки. Рудник-маяк для испытаний был выбран не случайно. Он самый неглубокий на территории. Поэтому риски прорыва породы подземными водами выше, чем на остальных рудниках. После успешного испытания на маяке герметизатор-превентер такого типа будут использовать и в остальных выработках заполярного филиала. В спорт-холле «Айка» прошла масштабная деловая встреча между представителями бизнес-сообщества из Норильска и Санкт-Петербурга. Северная столица России и самый северный город мира с численностью населения свыше 150 тысяч человек связаны экономическими интересами. Какие перспективы взаимодействия определили участники «Круглого стола», расскажет Надежда Балдакова. К Арктике сейчас повышенный интерес на всех уровнях, начиная от правительства, заканчивая бизнесом. Это объяснимо. В арктической зоне сегодня действует самая большая в мире свободная экономическая зона. И значит, больше перспектив и преференций для ведения бизнеса. Регулярно проводятся различные форумы и сессии, чтобы участники, ведущие свою деятельность в арктическом регионе, обменивались опытом, находили эффективные решения и новые бизнес-возможности. Деловая миссия «Санкт-Петербург-Норильск. Перспективы направления сотрудничества» – пример события, на котором возможно достижение таких целей. Прямо за этими дверями происходит обсуждение деятельности ведущих компаний двух северных городов столичного Санкт-Петербурга и столицы Заполярья Норильска. Участники бизнес-сообщества обсуждают возможные пути взаимовыгодного сотрудничества, нюансы ведения бизнеса в арктической зоне Российской Федерации и, конечно же, пользу для жителей двух городов. Первую часть встречи посвятили презентации компаний, ну а вторую – открытому диалогу между участниками. Было приглашено более 12 представителей компании «Норильский никель». Конечно, это крупный игрок на рынке добывающей промышленности, и нам интересна эта компания с точки зрения нашего дальнейшего сотрудничества. Прямо сейчас у меня состоялся диалог с представителем этой компании, и мы обсуждали, в каких направлениях дальнейшее наше сотрудничество наиболее перспективно. И крупнейший игрок добывающей отрасли в Арктике – городообразующее предприятие – взаимно заинтересован в сотрудничестве. И мы для себя в рамках уже программы импортозамещения наметили планы по постепенному выводу оборудования и запасных частей недружественных стран взамен используемой кооперацию с российскими производителями. Форум для двух городов организован по инициативе комитета по делам Арктики правительства Санкт-Петербурга. В Норильске представители более чем 30 компаний презентовали себя, обменялись опытом и контактами. Организаторы отмечают, что по итогам встречи уже намечены основные направления бизнес-сотрудничества. Я хотел бы обратить внимание, что большой сегмент – вездеходы, химическая продукция, легкая промышленность. Знаете, мы надеемся, мы надеемся, но это не то, что надеемся, мы уверены, что кооперация будет, и это способствует непосредственно общению организаций и предприятий. Миссия «Санкт-Петербург-Норильск. Перспективы направления сотрудничества» проходит не в первый раз. Это уже принесло результаты. В период с января по май этого года 126 поставщиков из Санкт-Петербурга заключили 269 контрактов с организациями Красноярского края на общую сумму свыше полутора миллиардов рублей. Наиболее востребованными оказались сферы здравоохранения и информационных технологий. Надежда Балдакова, Никита Левенец. Итоги недели. В этом году 109 норильских школьников закончили 11-й класс на одни пятерки. Лучших учеников города торжественно поздравили с окончанием школы и началом нового жизненного этапа. Отличный выбор. В 16 лет многие считают себя взрослыми. Но педагоги знают, чем порадовать подросшего внешне, но внутри все еще нежного, как ребенок, 11-ти классника. Выпускникам устроили сюрприз с мягкими игрушками и яркими воздушными шарами. Словно на минуту перенесли в детство, прежде чем приступить к официальной части церемонии чествования и поздравлений с началом взрослой жизни. Россия священная наша держава. Торжественная обстановка городского центра культуры только подчеркивает важность происходящего. Мальчишки и девчонки, и также их родители, а еще педагоги, родственники, близкие и даже глава города, кажется, прониклись моментом. Дети выросли, и теперь им предстоит взять на себя большую ответственность. Независимо от того, кем вы будете, будете работать по той профессии, которую выбрали, или по какой-либо другой профессии, вы всегда будете самыми лучшими выпускниками нашего города. И я уверен, именно вы добьетесь тех целей, которые перед собой ставите. Наши дети – это наше все, и я уверен, что мы будем в будущем гордиться ими. Они будут руководить городами, регионами, страной. 11 лет эти школьники упорно трудились, чтобы, выпускаясь, иметь итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам. Благодарственное письмо за подписью главы города может помочь ребятам в построении будущего, стать своеобразной протекцией при поступлении или трудоустройстве. После подведения итогов ЕГЭ на церемониях вручения аттестатов в школах, выпускники «отличники» и «хорошисты» получат еще и денежные премии. Надежда Балдакова, Евгений Жрунов. Итоги недели. Норильск снова побежит, чтобы помочь детям. 13 июля благотворительный забег «Норильск. Беги со мной. Айка зовет на старт» состоится уже в девятый раз. Организаторы планируют собрать полтора миллиона рублей, необходимые для реабилитации четверых маленьких горожан. Благотворительный забег «Норильск. Беги со мной. Айка зовет на старт» в этом году состоится в середине июля. Цель – собрать полтора миллиона для четырех маленьких норильчан, которые нуждаются в поддержке земляков. Это наши постоянные благополучатели – Старостина Анастасия, Михайлов Андрей, Кирпа Степан и Сахнов Степан. У этих ребят несколько сложных диагнозов у каждого, но мы наблюдаем и видим каждый год, как каждая реабилитация помогает им чувствовать себя увереннее, лучше и социализироваться. Поэтому продолжаем поддержку этих ребят. По традиции, забег стартует от Комсомольской площади на Ленинском проспекте. Первому, кто пробежит два километра, вручат сертификат от Нордстар на перелет туда-обратно в любую точку России. Кроме того, подарки получат и те, кто займет второе и третье место. В этом году от территории добра также предусмотрены номинации «Самый маленький участник забега» и «Самый почетный участник». В 11 часов начнется предварительная регистрация, которая, конечно, начинается уже с сегодняшнего числа. В этом году организационный взнос за участие составляет 1000 рублей. Те ребята, которые у нас являются несовершеннолетние, могут поучаствовать, и взнос такой будет 250 рублей. В прошлом году на собранные от забега средства удалось помочь пяти норильчанам. Принять участие в проекте можно как офлайн, зарегистрировавшись и примкнув к забегу в Норильске, так и онлайн, перечислив благодворительный взнос и устроив забег в любой точке мира. Екатерина Алексеева, Евгений Журнов. Итоги недели. Во дворце спорта «Арктика» прошел седьмой заполярный фестиваль ГТО. На площадке встретили самые ловкие, быстрые, сильные и активные работники детских садов, школ и других городских организаций. Смогли ли участники доказать, что действительно готовы к труду и обороне, расскажет наш корреспондент. Болельщики подбадривают, бегуны выкладываются по полной. И те, и другие по очереди выходят на дистанцию. Всего около ста норильчан собрались в Арктике, чтобы проверить свои физические возможности и выполнить нормативы. Это традиционные для Норильска спортивные состязания. Фестиваль ГТО проводят уже в седьмой раз. И всегда, говорят организаторы, он пользуется популярностью. Участникам нужно пройти несколько испытаний. Забег на 60 метров, наклоны, прыжки с места, отжимания для женщин, подтягивания для мужчин и подъемы туловища. Качать пресс нужно на скорость. Задача за минуту выполнить как можно больше подъемов. Кто-то успевает сделать это всего 9 раз, а кто-то все 60 по одному подъему в секунду. Впечатляет, что такие результаты показывают не профессиональные спортсмены, а рядовые жители Норильска. Воспитатели, учителя, работники культуры. Возраст участников от 20 до 59 лет. И старшее поколение дает жару. Например, 45-летняя работница детского сада номер 3 отжалась 45 раз за 3 минуты. Горячая поддержка членов команды приободряет. На турнике у мужчин также разные успехи. Лучший показатель – 24 подтягивания за 3 минуты. Каждому участнику нужно показать максимальный результат. Из полученных баллов складывается командный зачет и распределяются призовые места. Заполярный фестиваль проводится по общепринятым правилам состязаний ГТО. С одной разницей – это внутригородские соревнования. И лучшие участники не проходят в турниры регионального и федерального уровня. Однако они подают пример воспитанникам, которые увидят диплом, медаль, грамоту или этот репортаж. И тоже захотят стать спортивными, как их педагоги. Надежда Балдакова, Евгений Журнов. Итоги недели. Ранним летним утром более ста норильских мальчишек и девчонок собрались, чтобы принять участие в играх нашего двора. Спортивное мероприятие с таким названием устроили для ребят из школьных лагерей. Внимание! Объявляется старт игры! Утром на площадке спортивного зала гимназии номер один собралось более ста мальчишек и девчонок. Для них подготовили интерактивный праздник игры нашего двора, где ребята соревновались в эстафетах, стрельбе из лука, играли с мячом и участвовали в других активностях. Традиционно мероприятие началось с торжественного открытия. Затем ребята разделились на команды и понеслось веселье. Попугайка! Загоняйка! Попугайка! Детский праздник игры нашего двора собрал ребят из четырехлетних городских лагерей – 17, 21, 41 школы и 1 гимназии. Мероприятие должно было пройти на стадионе «Заполярник», но из-за плохой погоды его перенесли в помещение. Юных спортсменов это не расстроило. Дети от 7 до 14 лет с радостью и азартом участвовали в подвижных играх на трех спортивных площадках. Стрельбай из лука мне нравится больше всего. В этой игре не было проигравших. Организаторы говорят, главная цель таких мероприятий – расшевелить детей. Развить активность, творческие способности и личностные качества. В лагере мне находиться очень нравится, потому что мы постоянно либо шутим, либо играем. Недавно я была ведущей на празднике «День России». Каждый год досуг детских лагерей Норильска становится ярче благодаря Дворцу творчества детей и молодежи. Каждая смена уникальна и учитывает множество факторов – от прогноза погоды до значимых календарных событий на уровне города, края, страны. Дворец творчества ежегодно предлагает около 6-7 мероприятий, которые традиционны. Это открытие сезонов в лагерях, это мероприятия тематической направленности, посвященные Дню России. Там более познавательные мероприятия. Ну и вот такие развлекательного характера, как игры нашего двора. Впереди ребят из летних лагерей ждут еще два традиционных мероприятия в этом сезоне. 20 июня состоится закрытие летней спартакиады «Юный олимпийц». И 27 июня пройдет выездное мероприятие под названием «Безопасные тропы» на турбазе. Анастасия Орлова, Евгений Журнов. Итоги недели. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова